Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу свой солнечный трекер. Уже доделанный, покрашенный, усиленный. Я его уже много раз показывал, но он у меня был постоянно то-то недоделан, то-то недоделан. Вечно что-то недоделан, не усиленно. Но теперь он уже полностью меня удовлетворяет. Готов он принять на себя панельки. Итак, сейчас мы посмотрим его поближе. Покрасил я его таким вот, видите, грунт такой серый. Погрунтовал точнее. Погрунтовал, больше я ему ничего делать и не буду. Хватит одной грунтовки. Один слой. Тем более, тут вся эта конструкция будет под панелями, и дерево, и металл. Так что ничего ему здесь не будет. Главное, чтобы вид был не ржавый такой. Вот, еще хочу спросить. Вот, может, кто-то посоветует, чем бы это дерево защитить. Потому что у меня здесь дерево как бы многовато. Вот эти вот все треугольники, перемычки. Вот, где можно было использовать дерево, я использовал. Поэтому я его и назвал народный трекер, потому что он получился довольно-таки дешевый. На 4 киловатта, кстати, если кто-то первый раз смотрит. Это здесь вместится 4 киловатта панелей размером метр на метр шестьдесят. Вот. Вот, то хочу спросить, чем бы защитить дерево вот это вот пропитать. Я думаю, может, маслом его пропитать. Ну, автомобильным обычным. Пускай оно прогреется, еще потеплеет, потому что сейчас холодно. А потом его маслом промазать. Я думаю, что солнце на него попадать не будет, на это дерево. Дождь тоже не должен. Ну, почти. Вот. Так что, я думаю, оно здесь должно долго простоять. Вот. Меняются тут углы у меня. Вот здесь одноосевой трекер. Вот-вот. Такий поворотный узел, как бы. Если можно так сказать. Вот. И менять можно углы. Вот здесь вот у меня отверстия. Ну, это я лишних насверлил так. Вот. Переусердствовал немного. Ну, тут их столько не надо. Короче, сейчас у меня вот сейчас стоит, я даже ее понаписывал, летний угол. Вот, последнее отверстие, это летний угол. Ну, и там тоже он соответствует вот этому вот отверстию. Ну, что если менять угол, надо откручивать вот эту гайку. И вот эту. Вот эту и вот эту. И меняем угол. Вот. Вот так вот я еще сделал вот такие вот подпорки. Вот. Чтобы вот эта вот верхняя часть не шаталась. А теперь она, видите, уже никуда не шатается. Ни вниз, ни вверх, она не уйдет. Там нарезал шпилька у меня была. Еще двенадцатая шайба по дереву. Там такая шайба толстая. Трехмиллиметровая, по-моему. Вот. Все это стянул. Вот тут тоже стянул. Вот. И у меня здесь получится теперь три угла даже. Можно делать, как я и хотел, в принципе, изначально. Вот это летний угол. Вот это отверстие весна-осень. А вот это зима. Ну, вот это зимний угол. Это тут практически он становится вот так вот аж. Вот здесь вот отверстие вот так практически почти вертикально. Ну, немного угол есть. Но как раз для зимы то, что надо. Вот. Вот это весна-осень. Сейчас стоит лето. Ну, лето я сейчас поставил. Потому что буду устанавливать сегодня панельки начинать. Вот. И так вот самое удобное. Не положил ее, она никуда не сползает. Там сверлишь себе. Размечаешь, прикручиваешь. Никуда она уже не уползет, не упадет. Вот. Вот такой вот получился вот у меня народный трекер. А, народный. Ну, потому что он, во-первых, недорогой. Вот это вот вообще труба-перемычка с металлолома. Я ее приварил сюда между двумя столбиками, чтобы не было вот такого вот шата. Ну, вдоль, так сказать. Парусности так не будет. Но она так, конструкция немного шаталась. Вот. Вот эта перемычка, она уже исключает такой шат. Ну, вообще, тут уже никаких шатов нет. Я вот за нее держусь, сейчас дергаю. Ну, она стоит мертво. Это вся конструкция, это эти треугольники. Все это не дает ей, вот. С металлолома. Потом столбики, это тоже не толстые. Я не знаю, тут 50, наверное. Где-то так, наверное. А может и 50. Нет, 50, наверное, есть. А может и нет, даже 50. Вот. Вот это все можно на металлоломе. Найти дерево тоже, ну, для меня не проблема. В принципе, для меня даже дерево еще и легче. Ну, что я работаю с деревом. Знаю, как с ним обращаться. Что там, туда-сюда. И есть нигде ее взять. Вот. Купить, ну, купить разве что, наверное, надо будет вот этот квадрат. Это 25 на 25 труба. Вот я, кстати, советую 25 на 25 брать. 20 на 20. Она вот здесь вот будет тонковатая. Я так посмотрел сразу изначально. А 25 на 25 то, что надо. То, что надо. Вот это у меня труба 40 на 20. Вот это. Ну, и все. Это единственное, наверное, что надо будет купить. Вот эти вот. Вот эти трубы, собственно, под панели сами. Вот. И вот эти. Вот эти вот. 42. А все остальное, это на металлоломе эти столбики, трубы. Можно найти дерево на пилораме. Вот. И получается вот такой вот довольно неплохой трекер. Ну, это у меня на 4 киловатта. Можно ее сделать на 2. Это просто 2 столбика. 2 столбика вот так вот пополам его разделить. Этот трекер будет 2 киловатта. Если еще добавить 1 столбик, то будет сколько там? 5. Получается. 6-8. Сколько хотите. Сколько и добавляйте в длину его. Этот трекер. Вот. Ну, 2 ряда панели. Самый оптимальный вариант 2 ряда. Я сколько видел там. Ну, вот эти. Рядом возле меня даже солнечная электростанция есть такая. Ну, 600 киловатт. Я не знаю. Это уже не частная, это какая-то промышленная. Ну, она частная в принципе. Вот. Но там тоже вот такого типа. В 2 ряда панели идут. И примерно такая конструкция похожая. Опор. Никаких там поворотных трекеров таких двухосевых нет. На таких станциях это, наверное, невыгодно ставить больших. Вот. Вот такой вот получился у меня трекер. Я им сейчас уже доволен полностью. Вот. Полностью доволен. И буду устанавливать панельки. Я уже теперь точно знаю, что никуда ничего оно не денется. Он крепкий, надежный. Все здесь выдержит. Все здесь сделано хорошо. Все, надежно. Спасибо всем, кто советовал. Как там лучше сделать. Все. Мне рассказывали, какие там треугольники вот эти все. Как его лучше сделать. Всем спасибо за советы. Вот. Еще посоветуйте мне насчет этого дерева. Чем бы ее пропитать. Таким, чтобы оно подолговечнее было. Вот. Стояло. И будет вообще классно. Погодка сегодня солнечная. Такая вот. Вон мой ветрячок. Тучек нет. Совсем. Поэтому я, наверное, сейчас займусь своим экспериментом, который я давно хотел сделать. И там у меня есть видео, нужны ли диоды в солнечной электростанции, если разные поля. Ну, это уже будет следующее видео про этот эксперимент. А сейчас я, наверное, займусь. Притащу пару панелек сюда. И начнем экспериментировать. Ладно. Все. Слем до следующего видео. Всем пока.